Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие, ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Сегодня мы вам расскажем про старенький, но всё ещё годный турбодизель от BMW. Итак, встречаем рядную шестёрку BMW M51. Что тут у нас? Настоящий дизельный хардкор по-баварски. Чугунный блок вихрекамерный, впрыск в ГБЦ по два клапана на цилиндр, ТНВД Bosch VP20 в приводе ГРЭМ. Естественно, цепи в приводе клапанов гидрокомпенсаторы есть. Все моторы BMW M51 были турбированы, но только лишь самая мощная версия оснащалась интеркулером. Базовый мотор выдает 115 лошадиных сил, а вот самый мощный – 143. Мотор M51 – рабочий объём, которого два с половиной литра выпускали с 1991 года по начало 2000-х годов. В общем, этот двигатель устанавливали на все BMW тех лет. А это тройка E36, также пятёрки E34 и E39, а также на легендарную семёрку E38. Этот двигатель получился реально таким бодрым и задорным, поэтому маркетологи не постеснялись на автомобиле с этим мотором навесить шильдики TDS турбодизель спорт. С 1995 года этот двигатель начали устанавливать на Range Rover, а также на Opel Omega. В общем, этому двигателю на смену пришёл М57 с Common Rail. Мотор M51 нельзя назвать бесхлопотным. Многие проблемы случаются именно из-за ТНВД. То есть, ТНВД можно назвать капризным. Многие владельцы автомобилей с этим мотором имеют доступ к диагностическому ПО и готовы решать проблемы с ТНВД сами. Большим плюсом этого двигателя называют низкую стоимость запчастей и низкую стоимость самого двигателя в сборе на разборках. Но с каждым годом становится всё меньше живых вот таких вот моторов. Данный мотор плохо прокручивается, есть признаки стружки в масле, поэтому сейчас мы будем его разбирать и посмотрим, что же с ним случилось. Ну а добраться до ТНВД и разобрать этот олдскульный хардкорный мотор BMW M51 нам поможет Александр. И мы начинаем нашу разборочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну а перед тем, как мы снимем ТНВД, расскажем про привод ГРМ. В приводе ГРМ мотора М51-2 толстые однорядные роликовые цепи. Их растяжение влияет на запуск двигателя, так как угол впрыска становится более поздним. Компенсировать растяжение цепей можно как регулировкой насоса, так же и регулировкой положения распредвала. Для замены цепей ГРМ на моторе М51 нужно снимать ГБЦ, либо же снимать поддон, чтобы получить доступ к нижней цепи. То есть надо снять сначала вот эту крышку. Для фиксации валов и натяжителей цепей используется специальный инструмент. Шаблон для фиксации распредвала важен. Положение ТНВД относительно коленвала так же выставляется определенным образом, для чего метки есть как на шкивах, так и на нижней цепи. Чтобы снять ТНВД, надо еще снять ГБЦ, надо еще снять цепь с ТНВД, тогда достанем ТНВД. Вот, а пока мы открутили форсунки, открутили пять, потому что одна не достается. Пока Саша ее достает, расскажем кратенько о них. Значит, форсунки механического типа, они в принципе-то надежные. Со временем устают распылители, перестают нормально распылять топливо, иногда вообще не открываются. Ремонт замены распылителей, естественно, поможет. Но, если не удается найти распылители должного качества, то тогда можно поменять форсунки на БУшные, но предварительно их надо проверить на герметичность и на давление открытия. Управляющая форсунка, оснащенная проводом с разъемом со временем, начинает подтекать топливом. Топливо будет подкапывать через утопленный в ее корпус контакты. Герметизация вокруг них просто рассохнется. Эту беду можно устранить подручными способами. Нужно снять пластиковую обертку и нанести вокруг контактов суровый эпоксидный состав. После снятия форсунки надо устанавливать на новые огнеупорные шайбы. Турбины на двигателе М51 – это продукт от компании Гаррет. Никакой управляемой геометрии здесь нет. Перепускная заслонка в горячей части турбины открывается практически самостоятельно, когда лишнее давление воздуха надавит на актуатор. В общем-то, никаких серьезных проблем с этой турбиной не случается. Ходит долго, если не жалеть денег на хорошее масло и на хороший воздушный фильтр. Ну и посмотрите, какой здоровенный и массивный распредвал у этого двигателя из 90-х. Посмотрите на его массивные кулачки. Ну, если говорить о состоянии, то в данном случае некоторые кулачки ржавые, некоторые изношенные. То есть двигатель у нас не в кондиции. Бывает и обратная ситуация. Вискомуфта заклинивает. Тогда вентилятор начинает вращаться постоянно со скоростью вращения коленвала. Тогда крыльчатка от нагрузок разлетится и поразит все вокруг. Доходило даже до дыр в капоте. Ну, а теперь минутка рекламы. У вас автомобиль BMW, и вы всегда на него хотели поставить новые запчасти. Но новые запчасти стоят очень дорого. В Автостронге есть решение. Есть почти новые запчасти, ну или как новые, для автомобилей BMW. Хотите форсунки, хотите дроссельную заслонку, хотите компрессор кондиционера, хотите помпу, хотите шкив коленвала, хотите турбину и даже двигатель. Обязательно позвоните в Автостронг, и наши специалисты помогут с подбором. Также заходите на наш сайт. Головка блока цилиндров у двигателей М51 слабенькая, трескается при малейшем перегреве. Также трещины появляются и при нормальном температурном режиме, как считается, из-за повышенных нагрузок. Трещины появлялись уже после 10 лет эксплуатации. Трещины появляются от вихрекамер, иногда сами вихрекамеры лопаются. Если в ГБЦ появились трещины, то двигатель начинает надувать газами систему охлаждения. При этом сам антифриз не попадает ни в масло, ни в цилиндры. В общем, если такое произошло, то из выхлопной трубы будет валить пар с характерным запахом. В таком случае лучше поменять ГБЦ на бушную. Ну и еще некоторые мастерские предлагают заваривать трещины. Такой ремонт иногда может быть очень добро. Ну а теперь по состоянию. Визуально мы видим, что у нас мотор как бы утопленник, потому что ржавые клапаны. А если говорить о трещинах, то трещин визуально мы не видим. Распределительный ТНВД Бош ВП-20 создан на базе чисто механических ТНВД ВЕ. Но автомат опережения впрыска у него электронный, управляется электромагнитным клапаном. А вот нагрузка на двигатель, то есть потребность двигателя в топливе, измеряется потенциометром. А одна из форсунок оснащена датчиком подъема иглы. В общем, ну это как бы стандартный на сегодняшний день ситуация механических ТНВД. Именно этот ТНВД корень всех проблем двигателя М51. Особенно если специалистов по его обслуживанию, этого древнего ТНВД, нету рядом. Самое безобидное, что он может вам представить, это течь топлива по уплотнению вот этой вот крышки. А также течь топлива из-под крышек автомата опережения впрыска. Далее, все проблемы по части расхода топлива, откликов на газ, также плохого запуска двигателя на холодную, либо же на горячую. Это все применимо вот к этому ТНВД. В общем, если двигатель плохо запускается, запускается и глохнет. Давление, впрыска топлива отклоняется от нормы, то значит, надо поменять вот этот вот клапан, который входит в голову ТНВД. То есть, это штуцер. Короче, здесь клапан внутри, он должен ходить свободно, но не люфтить. Также есть варианты с промывкой этого клапана. В голове этого ТНВД находится механизм управления количеством топлива. В общем, в основе этого механизма электромагнит. С годами изоляция на обмотке электромагнита осыпается, возникают межвитковые замыкания, которые не позволяют ему нормально работать. В итоге магниту не хватает силенок для того, чтобы удержать вал. Все это приводит к тому, что двигатель не трясет, а откровенно колотит. Магнит можно оживить, заменив обмотку на новую. Для этого понадобится медный провод с изоляцией диаметром 1 мм. Ну и диаметр медной жилы должен быть 0,75 мм. Намотать надо всего 206 витков. Можно поступить еще проще. Это купить этот механизм с разборки. То есть подойдет голова от ТНВД двигателя Volkswagen 1.9 TDI. Насос VP37. Обычно на VP37 эти механизмы в лучшем состоянии, чем на VP20. Есть различия только в хвостике электроразъема. То есть откусили от Volkswagen, припаяли BMW фишку и работает. Единственное, что все контакты в разъемах должны быть сухими и чистыми. От этого зависит работа двигателя. Еще одно слабое место вот этого насоса VP20. Это плунжерная пара. В нем всего один плунжер, который обслуживает 6 цилиндров. И, кстати, срок службы у этого плунжера намного меньше, чем у насоса VP37. В общем, если плунжер изношен, то тогда двигатель будет плохо запускаться на горячую. То есть, когда сам ТНВД горяч. Охлаждение ТНВД, то есть поливание его водой, помогает при запуске. Если двигатель М51 ведет себя отвратительно, то надо комплексно отнестись к диагностике. Например, недостаточная подача топлива может быть причиной плохого запуска двигателя. А подача топлива здесь регулируется очень интересным способом, о котором мы рассказывали, обозревая VP37. Так вот, подача топлива здесь регулируется перемещением вот этой вот крышки. Если у вас есть компьютер в автомобиле, то расход топлива на холостом ходу должен быть 0,9 литра в час при включении всех потребителей. То есть, если это значение больше, значит подача топлива недостаточная. Вот такая вот неразбериха, то есть несоответствие фактических данных. Угол опережения впрыска проверяется по напряжению на контактах электроразъема клапана опережения. В норме должно быть 7 вольт, минимум 5. Если напряжение меньше 5 вольт, то насос нужно наклонить в сторону мотора. Такая регулировка возможна после при отпускании крепежных гаек. Угол опережения впрыска можно еще просчитать и диагностическим ПО. В норме должно быть 2,5 градуса. А вот самые опытные постукивают под ТНВД, пока он меняет положение, слушают, когда мотор станет работать мягче. Блок цилиндров у двигателя М51 слабоват, но при нормальной эксплуатации его хватает надолго. Но если владелец, например, чипанет мотор, либо допустит эксплуатацию двигателя с завоздушенным контуром охлаждения, то трещины обязательно появятся. Трещины обнаруживаются после снятия ГБЦ, когда двигатель подает настойчивые симптомы, что с контуром охлаждения что-то не так. От парящей выхлопной трубы до постоянно холодной печки. Ну а что касается состояния цилиндров этого двигателя, то, скажем так, хон неплохой, но в каждом цилиндре есть побежалости, в некоторых цилиндрах есть сарапины и в некоторых ржавчины. Продолжение следует... В начале этого видео мы сказали, что с мотором есть некая проблема. Из-за этой проблемы коленвал вращается слишком туго. Так вот, получилось так, что коленвал вращался туго из-за того, что в цилиндрах был песок. Потом немножечко размаслали и он начал вращаться более-менее нормально. Но посмотрите, насколько изношена цилиндропоршневая группа этого двигателя. То есть коленвал с износом, здесь видны даже задиры, все вкладыши шатунные с задирами. Здесь коренные, ситуация лучше, некоторые с износом, один вообще задран. Ну и по поршням, как вы видите, все очень даже печально, что по вкладышам, что по кольцам. Верхние коренные вкладыши тоже в удручающем состоянии. Ну что, разборка закончилась. И хотелось бы сказать, что двигатель М51 по прошествию многих лет не кажется таким уж и надежным. Хлопоты с ТНВД и проблемы с ГБЦ никак не придают ему привлекательности. А вот его преемник М57 с Common Rail более надежный, живучий и беспроблемный мотор. Да, еще и едет пободрее. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».